День любви, тепла и улыбок. 8 марта для Любови Ланцевой – двойной праздник. В этот день она отмечает свой день рождения. Вот только к торжеству ей преподнесли неприятный сюрприз. Готовиться к празднику пришлось в обесточенной квартире. Электрощиток залила весенняя копель, которая вот уже несколько недель заливает пятый этаж дома по улице Казамазова. Вода и электричество несовместимы. Это прописная истина, знакома практически каждому. Но бывают и исключения. Электрощитки пятого и четвертого этажей дома девять по улице Казамазова вот уже несколько дней омывает талая вода. Итог подобного соседства предсказуем. Свет пропадает из квартир жителей. В понедельник проснулась ночью, что такое? Нет света. Думала, лампочка перегорела дома, значит, посмотрела нигде нет. Вышла в подъезд, замкнула все, отключился свет везде, во всей квартире. Вызвала электриков по номеру 122. Электрик приехал, попросил тряпочку, тряпочкой вытер все. И накрыли пакетиками, может, чтобы не текло. Но вода продолжает течь. С такой проблемой Любовь Ивановна сталкивается не впервые. До капитального ремонта в 2020 году крыша не протекала, вспоминает Любовь Ланцева. С заменой трубы потолок в подъезде начал течь. Но в прошлом году весной и осенью проблем не возникало. Этой весной ручьи вновь забили в отремонтированном подъезде. Управляющая компания устраняет течь, но эффект остаётся временным. Поменяли нам вот эту трубу при капремонте. Раньше никогда не было. Поменяли вот эту трубу и стало всё течь. Замыкает. Телевидение пропадает. Домофон не работает. Плиты отключаются. Свет отключается. Ремонтировать крышу должен фонд капитального ремонта. А как нам сообщили в ведомстве, этой проблемой планируют заняться весной. Мы отправили официальный запрос в фонд капитального ремонта региона и продолжим следить за развитием событий. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Анна Пилипец, Евгений Шикарев. Анна Пилипец, Евгений Шикарев.